С Вардара выиграть под ноль. И вот еще довольно сильный миддер появляется, который тоже в поддержке не нуждается. Нужен фиксатор для команды Cloud9, какой-то леоноподобный герой. На самом деле, нужно же ловить. Много таких героев. Вот у вас есть леоноподобные, раз-то уже забанено, и остался один леон. Леоноподобный леон получил. Да. Ну просто есть Разор, который всасывается, и антимаг просто облинкается от него, а С Вардар убежит на большом эмоции. Егор целый день форсит этого леона, 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 леона. Ну а как ловить? Нужно же оставлять врага. Разором. Разором остановишь. Ладно, Егор, буду форсить Бэйна. Бэйна берешь, ловишь. Бэйн действительно хорош. Ловит. А я с чем-то? Не, ну вообще Бэйн здесь что-то похуже, похуже. Ему здесь собьют чем-нибудь. А Леону ничем сбивать не надо. Тогда Баратрума. Баратрум, вот, это тот самый мальчик, да. Но правда получится у них 4 практически милишника против вот этой всей галиматики. Там Эквардаровые станы, Линновые станы. Я, кстати, не совсем понимаю, против чего вообще был взят антимаг. Просто с расчетом на то, что он будет сплитпушить, фармить, рефармливать и выиграть. Потому что в Китае есть антимаг. Почему бы не взять антимага? Ну с расчетом, что вот у них нечем меня поймать. Есть, конечно, Undying to Scar линия. Но я думаю, мы с ним справимся. И есть Разор, от которого можно отблимкаться. И что он вообще моему антимагу сделает? Примерно такой у них расчет. Главное стычки просто. На этом умереть минутин 20 от Дезолятора. И мол, да. Ну да. В первой игре тоже взяли Эмбер Спирита, который показался неуязвимым. По итогу не справился. А тут тоже могут реально пойти, получить на Темпларке Дезолятор, там на Разоре какую-то Меку или Сашуяшу, взять Аэгис и до новых встреч в эфире. Отбиваться в принципе есть чем, но тяжело будет. И Тусик может спасти, и заехать, и как-то кого-то закрыть. А то в Ране будут бить быстро. Так что непонятно, зачем антимага. Тут начало очень... У Ц9, конечно, сильные линии не проиграть, а то и выиграть. Мека, Дезолятор, Рошан, Лышка, Лышка. Враги, Рошан, Трон. Примерно такой будет план на игру. Хороший план? Хороший план. Но нужен ли он на подобный герой, чтобы ловить всех. Ты знаешь, как играть в эту игру, похоже? Похоже, да. Но тут нужно, чтобы в конце всегда был Трон. И тогда ты точно выиграешь. Ну что, по Трону закончили жизни? Да. Тогда вам засчитают победу в этой игре. Неужели? Неужели? Это все просто, кажется. Либо вынудить врага выйти из игры. Наставить его сдаться. Это легально вообще? Ну, это... Как, морально? Да. Ну, в чат пишешь что-нибудь обидное. Он ливает. А, ну это я уже проходил. Ты писал? Или тебе писали? Ты писал? Нет, ну, вылет. Случай. Среди своих тиммейтов были такие ребята? И моих, и против меня. Да сам писал, да признаю. Он писал, Жарту. Нет, Егор, я взрослый человек, и таким не занимаюсь. Он в тимспике говорит. Ну, в душе-то, все мы дети. Вентрил. Вентрил, да. Вентрил. Просто к врагам Вентрилу заходят и давай их поливать. Чтобы, типа, чтобы не спалиться в чатике. Ну, Леоноподобный герой нужен. Клаудам, а кому? Какой герой? Лич. В этот раз они взяли. Мне кажется, она ошибся игрой. С другом не хотели. Тут пригодится на вас спик, давай Лича возьмем. Ну, смотри, вот у них минус эрмор. Нужно выиграть лайн антимагу. Тут тяжело. Ну, кстати, непонятно, как они поставят. Они могут вообще Слардар Лич. Слардар Лич отправить, да. Но тогда антимаг Лина, это сомнительный лайн против... Тускар Лайн. Белен тусик зомби, да. Они расскажут. Может, притяг все тусик зомби и Разор. Такая прикладка. И антимаг попросит выйти. Что-то непонятно. Из игры? Да. Из жизни. Ну, морально, морально. Ну, просто Слардар внизу стоит. У него Разор в соло стоит и выигрывает того. Сейчас вообще можно чего угодно взять этим Клауд Найн. Любого героя. К Тенигму, вот. Нет, хотя тут много станов. И Лич еще, тем более, Контрит. Леона, жаль. Ну, Леоноподобный герой все равно остается. Может, Шедоу Демон, Егор? Шедоу Демон против антимага. Шедоу Демон. Да, возможно. Взял бы Шедоу Демон, Егор. Ну, не, на самом деле. Не нравится мне здесь. Не Леоноподобный, недостаточно похоже? Недостаточно Леоноподобен. Ну, смотри, Шедоу Демон он может спрятать, а потом антимаг блинкнется. Нужно же чем-то застанет. А застанет нечем. Антимаг не уязвим. Неудачно получилось. Во! Вот он встанет. Лучший герой. Это Леоноподобный. Он встанет. Не вспомнили, что его как бы не забанили. Ну да, такой, опа. Против нас его банили в первой стадии, и мы его не взяли. И в первую, и в вторую. Заберем в третью. Решающая карта Ньюби Янг против Клауд Найн начинается прямо сейчас. Мы узнаем, кто же отправится в сетку лузеров на мейн-эвенте франкфуртского мейджора, а кто попытает счастье за выход в верхнюю сетку. Узнаем прямо сейчас слово нашим комментаторам. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. С вами по-прежнему мы, Версутай Каспер, и это решающая камень-ножица-бумага. Решающая камень-ножица-бумага, ящерица-спорт. Давай, я Клауд Найн. Давай, я буду Ньюби Янг. Давай. Раз, два, три. Клауд Найн выиграли. Сорян. Походу. Ну, сейчас выясним, подтвердилась ли наша теория, действительно ли монета упадет именно так. Потому что сейчас начинается. Ой, ты заходи, заходи, один телефон, второй телефон. Ай. И они прямо встретятся сейчас. Слушай, слушай, слушай. Блин. Увидели, кажется, друг друга. Да, 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 да. Тут стоит вард. Уртуська вард есть. Шпион, шпион в нашем лесу. Ну, да, да, Лина видит, где находится Тускар. Поэтому вард, куда бы он сейчас не воткнул, его моментально разломают и с ВГ просто уходит. Решил не рисковать своим виженом. Слордер не особо торопясь, так валяжно, немножко виляя попой. Если вообще оно у него есть. Хвост там скрей. Ну, да, он как-то всем собой виляет. Там комбанчик, комбанчик был. Свалил, вард итоге ставить не захотел. Слордер. Вот так. Ну, поглядим на вот этих ребят. Шоу в этих ребят. В этих ребят пока тоже с вардами все пусто. Ничего никуда не поставили. Ждут. В один момент раньше прям вот супер ультра быстро пытались ставить эти варды. Потом все команды начали так делать. И теперь уже, наверное, пропал смысл. Вот так вот фаст варды ставить. Не, он не то чтобы пропал. Просто все уже к этому привыкли. Все пытаются это контрить. Не настолько эффективно. Да, уже действительно не настолько эффективно. Это более правильно сказать. Потому что уже, да, вот Туск прибежал и все. Лина его спалила. Куда ты не воткни. Твой вард поломает. Ты в оффлейне без варда. ГГВП. Ну, вернее, не ты там. А твой какой-то более мощный герой. Например, как вот Разор сейчас в оффлейне будет стоять. МСС вместе с СВГ. Они сюда отправляются. А личи антимага отправляют в варду. Кстати, я на стадии пика сразу понял, что тут Слардер с Линой именно пойдут стоять. А личи будет с антимагом. Потому что Лина антимага это вообще нелепо смотрится. Вроде как личи с Лардер смотрится хорошо. Но Лина антимаг смотрится... Ну, это вообще просто забей, а не линия. А за счет личи антимага будет чуть проще стоять на линии. Ну, во-первых, какой-никакой арморчик, наверное, будет все-таки вешаться. Плюс Крипасиков поедает, и Лайн пушится в твою сторону. То есть, более-менее, можно выкручиваться. Слардер... Тут Разорчик немного его лизнул на один дэмэджа. Просто стилинг, один атак дэмэдж. Очень эффективно. Ну, бывает, бывает. Да-да-да. Действительно, так пригубил немножечко Слардера. Так вот, ВР-ка пока, мы, так понимаем, должна хорошо стоять. Темпларка тоже должна хорошо стоять. Обызнул рыбку. Да-да-да-да, по чешуел обызнул. Зомби просто выходят и начинают уничтожать Джаджу. А там блинка нет! Боже мой! Ну, ладно, это-то еще не боже мой. Но Лич уходит со своим крипаедением. Тут зомби просто гонит до конца. Что за монобрейк на первом уровне, антимаг? В чем твоя проблема? Сбернить ману бестмастера, чтобы не вызывал там ничего плохого. Круто! Блин, ну это так классно. Это опасно было, на самом деле. У бестмастера ничего, что есть манга, которая восстанавливает 150. То есть, это 7 твоих ударов. 7! Ну, на самом деле, будучи жестким антимагом, ты как бы будешь рассчитываться. Хп будучи, точнее, нормальным игроком в доту, ты будешь рассчитывать все хоть таким образом, чтобы тебя вот так вот не убили. Просто немножечко наш товарищ, я, я не подрассчитал и чуть не отъехал. А в целом, качать на первом левеле сразу блинк, учитывая, что здесь линия не намного сильнее у Cloud9. Можно реально подвергнуть мангу. Слардар просто на хосте, заехал за 14.37, ставит стамбар. Шауэршот прям в лицо. И еще, и еще, и еще 75 голды сверху. Вообще замечательно. Хороший выход от Слардара. Вот мы тогда разбирали, кажется, с тобой на тему того, что Слардар это как раз один из тех героев, которому в начале игры очень тяжело найти себе применение. И если он находит место, да, если он находит свое место на карте, то все, он уже очень крут. И вот сейчас произошло именно это. То есть с хостой Сельд не растерялась, просто выходит на лейн. Тут также на СВГ можно было напасть, но Лина уже стан потратила, не дождалась почему-то селедку. Очень странно. Можно было действовать более надежно. Так, тут у нас антимаг. Он уже, конечно, третьего уровня. Еще отводы, но немного не удается сделать отвод. Вот каналия какая-то. Туда тут просто. Кабаны, кентавры, все. Сатиры, да, все это перемешались люди-кони. Еще и зомби приходят сейчас на линию. На самом деле на Лича можно нападать при такой линии. И Лич должен понимать, что он тут очень сладкий. Оп, сразу блинкаут. Даже Дикий не хотел ловить, но поймал. Да, Слардеру было на лайне не очень хорошо, не очень комфортно. Он решил сходить за контролем Труну, повезло. Получилось реально бустануть немножечко свою ВР-ку. 17-3 крипстат, здесь 11-1. Только-только Боттл появляется в Темплор Ассасин. Конечно, это очень приятно для Виндрейнджер. Ого! Да, ну нам подсказывают то, что ВР-ка против Темпларки как раз не очень хорошо заходит. Ну и в частности, также против Тускара. Темпларка, в принципе, просто достаточно жесткий персонаж. Но вроде как против ВР-ки стоять не так уж и легко. В грабанных руках сама Темпларка, плюс если команда умеет на ней играть, я говорю, конечно же, про стаки, то да, Темпларка очень сильная. Кстати, у нас еще зомби встреет, ставится тамба, лич с серьезным замедлением. Слушай, ну личат, то бьют. Ням, ням, кабан замедляет, этот зомбар замедляет. А ты куда вообще полез? Ты куда полез, друг? Боже, антимакс, ебает! Райт-клик гейминг, райт-клик гейминг. Ну, как там, золотой мальчик или как там пракция? Золотой топор. Золотой топор, да, 2015. Золотой пинч. Лича он вроде с пинча вынес. На самом деле, очень плохая ситуация возникла сейчас на топе, когда вот так вот антимакс личом погибает. Но это то, почему Лич хреновый герой сам по себе, просто потому что он ничего не может сделать. Лич, честно сказать, я вообще был ультра-неожиданный. Я немного не понимаю, почему наши аналитики так сильно любят этого Лича, почему они его постоянно рекомендуют. Потому что в подобной ситуации, когда начинается ранее активная игра, Лич это просто якорь. Ой-ой-ой, тут пси-блейцы просто две подачи подряд через скрипчика попадают в Лицу. Ну, если будет погибать под пси-блейцев в игрочке, то серьезные проблемы, конечно, в Ньюбе. Но пока вроде живет. Смотри, еще подача. Очень хотел Лицу еще тычку дать лишнюю. Дикей по-двоим умудряется давать. Это тоже, конечно, упущение. Одна победа из четырех у антимага против бестмастера. Не, ну бестмастера зачастую берут как раз против антимага. Это неудивительно, что есть статистика на... Антимага есть, чем ловить у Cloud9, как ни странно. Особенно, когда тампларка купит даггер, даггер дизоль, там какой-нибудь даже тускар прыгает, дает свой прокаст. За это время Аэма стирает, по идее. Но если тампларке все будет хорошо с артефактами, то да, это вполне возможный сценарий. Так, там у нас зомбак пытался добрать, урсу немножко не получилось. Тут еще большой, есть хилбер-крушитель, подходит сюда в бестмастер. Немножко подбили. Ну вот, Лич, куда ты опять лезешь? Куда ты лезешь, чувак? Высунул свою моську и сразу же по ней злобил. Боже мой, как же он погибает. Замечательный герой. Развел на самбу, все нормально. Ну, в принципе, да. Хотя, вот пришла ВР с фокусфайром, минус зомби. Пью-пью-пью сделал. Пью-пью-пью. Хороший выиграл. Снизу у нас это тоже небольшой экшен. Вкатываются на слардера. Крэш у него отсутствует, потому что нет маны. Хотя есть шесть тиков, но он на спринтах спокойненько уходит. А здесь попытка уйти с телепорта у Лины. Это же и уйдет, да ладно. Ох ты что. Он выживает. Неплохо, неплохо. В итоге на топе погибает зомби. Ну, ладно, там получился... Один в один, посмотрите, получается. Лич, зомби. Один в один. Но неприятно то, что времени немного потеряли Клоуд Найн. С вот этим выходом на нижнюю линию. И Темпларка там бегала, а не фармила. Хотя у него с фармом вроде бы проблем нет. Но, как сказать, нет. Он на четвертом месте по Нетворсу. Откуда-то у Сце денег на 700 голды больше. Ну, он имеет два фрага. У него есть ТБ. Он ферзбла, да. ТБА сделал точно. Еще там ба там упала. Он нормально вперед ушел. Может быть еще баунтируны какие-то брал. Вот тебе преимущество. Он нам сообщает, что на антимаге Джаджа играл дважды. И дважды побеждал. Но сейчас все может поменяться. Судя по тому, что вообще происходит сейчас. Целых две победы. Но это, да, стабильность. Стабильность. Ну, дистанция действительно очень маленькая. То есть, если бы нам показали еще стату по какому-нибудь Бернингу, там можно было уже судить. Потому что у Бернинга игр на антимаге. Аналитика закончилась. Да, да, да. Потому что у Бернинга на антимаге игр примерно столько, сколько у суммарного игроков команды Нью-Би-Янг. На профессиональной дута-сцене есть такое мнение. Это да. Сладдер апнул себе. Стой. Есть амплифайчик. Темпларка тем временем разваливает. Ну, блин, один спаун. Ну, сейчас она сама себе стакнет. Еще и руку возьмет. Да. Тормально. Регенчик. Приятненько. Лина перетянулась в топ. Второй регенчик, кстати, для темпларки. Он там первый раз вообще на лоу-хп был. А тут 1437. Да, видит. Видит всех. Ну, вот очень вовремя день наступил, поэтому солнышко выглянуло. Зомби увидел приближающихся двух достаточно страшных героев. Две женщины такие рыжие ходят. Ну, они очень серьезные, эти женщины. С ними явно не хотелось бы вести диалог. Так. И о чем, конечно, ну ладно. Так. Так. Я думаю, что это не так. Там в наглую пришла в эрк из Данайва Крипчика. Прямо с под носа Рицу. Тут я смотрю, опять Лич вот этих Крипчиков подкушивает. Я уже прям жду, не дождусь, когда там пойдет первый Кабан в него. И антимаг просто даже ничем помочь не сможет. Антимаг максимум, что может попытаться сделать, это какого-то бестмастера пробить. У него уже есть перс. Да. Ну, а ему уже есть персеверанс. Но от этого ему на самом деле не легче. Вернее, лечу не легче. Лечу-то да. Лич по-прежнему сладкий. Можно выложить персик в Лича, будет регениться. У Лича даже тапка нет. Купил скрол. Если что, уйду с ТП. Кстати, да. Он бы в Изи вообще уходил с Телепортом. Потому что там не такой берс-демедж. Но когда, конечно, у Биста есть ульт, то проблематично улетать с Телепортом. Ну, тут не так много, конечно, и темпларка не особо мощная, чтобы их быстро зафармить. Поэтому здесь лучше не трогать, иначе можно и отхватить. Да, можно просто дать еще противнику в итоге фармить чуть побыстрее, как изначально планировалось. Мне вот вообще интересно, зачем стакать эншентов, когда у вас некому этих эншентов фармить. Антимаг в теории может их зафармить, но это еще как бы совсем не скоро. А у оппонента есть темпларка, и вообще С9 будут доминировать по-любому в начале игры, и по идее, в случае чего темпларка заберет. С9 могут в наглую через зомбака прийти, поставить тамбу, вот просто в эншентов ее воткнуть, и с темпларкой действительно все это фармить. Дать нормальный бой будет, ну, очень тяжело. Да, поэтому не биянг, надо побольше стакать. Теперь им стесняться. Тут Курьер у нас умирает, пока нет, не умирает. Пытался подсветить СС, у него не получилось. И Кура улетает, собственно, СС тоже улетает с Телепорта. О, Курьер очень-очень битый был. И Ганг Курьера не удался. Лина пытается поднять все шестого лейна. В меди вообще никого нет, уже минуту никого нет в меди. Ни у одной, ни у другой команды, немного непонятно почему. Тот же Туск мог бы сейчас постоять немного на лейне по экспице, потому что у него еще шестого уровня нет, уже как бы 11-ая минута, пора бы. У зомби тоже шестого еще нет. У зомби это не супер практично, да. Супер. Ну, вообще, конечно, надо стараться давить своего оппонента, все-таки это антимаг, у которого уже 900 голды практически на руках, да. Купил топорик. Мы сразу зацепили. Слушай, очень опасно. Лина попадает так же станом, но у Лины тоже нет уровня 6. Парочка цомбаков. Ах, чуть-чуть не достает. Чуть-чуть. И неважно, даже если достал все равно, блин, так-то не погибает. Ну, кто его знает, может быть, дальше бы и пошли, если бы все было хорошо, потому что там еще Хилинг Селф есть, там еще Туск был недалеко, мог бы тоже Шардами немного помочь. Ну, достаточно пассивно играет С9, как ни крути. Они поставили только сильные линии, везде практически доминируют. Ну, у них нодицы, судьба на их стороне, им нечего бояться. Ну, вот, да. Мы пока вроде нормально напанговали. Посмотрим, как оно будет в итоге. Зомби. Попадет сейчас под минус арморчик. Лина по-прежнему без 6. Боже, она такая бесполезная без 6 уровня. Что это был за стан, не знаю. Он Dragon Slay. Ну, нормально. Чайник, чайник, хорошо, но... Кути пути. Немного недоплыл. Было близко. Стилий свечья. Теперь надо попытаться еще как-то убежать отсюда товарища СВГ. СВГ в итоге погибает. Откинул Шарды. Раздор еще умер. Да ты что? Еще Яндайн практически отъехал. Победка такая небольшая для Нюбита. Ну да, они там тысячу копейками заработали. Все для того же Лича, например, бесполезно. Он себе уже Транквилу купил. Только недавно тапка у него не было вообще. Даже появляется уже Гридженый. Налаживается. Но Темпларка фармит. Вот это неприятно, потому что у Темпларки уже второй Литворост. Ну, считай, первый на карте. Виндрейнджер, конечно, сильная подруга. Но и про ритм забывать не стоит. Потому что в один прекрасный момент с тем же Дезолятором ты прыгаешь на условного Лича. И просто как баунти руну его собираешь. Есть такое. С одного удара. Поднять Варлус Панч. Ну, Разор подошел так тактично, намекнул Тускару, что не сегодня ты поднимешь Варлус Панч. А СВГ не особо-то и хочет. Он просто ушел. Почему? Блин, ну постой ты секундочку. Пошел вард поставил. Ну, ладно. Надо. Надо варды ставить. Тоже не могу не согласиться с этим. Без вардов действительно тяжеловат. А вот почему. Потому что тут планируется снос вышки. Уже четыре героя Клоуд Найн. И вот этот Вижен действительно был необходим. Крайне необходим. Тут иллюзия Темпларочки. Пыталась подразвести, но не получилось. Прошивает по варшотам сразу становится. Понятно, ху, исху. Да, вот в графике только что проклацал. Тысяча золота у одних, тысяча экспы у других. В общем, ровненько все пока идет. Тринадцать минут игры. Жестких отклонений каких-то суперинтересных. Бестмастер с некрами. У него почти вторые некра уже имеются по деньгам. Так, ну там заходит с фанга сейчас с рейтсу. Бестмастер. Тут все, в принципе, готовы. У зомбака... У зомбака, кстати, второй сул рейп и третий тамба. Очень интересно. Ну, а он никак бы четвертую тамбу все равно не взял. А, ну да, да, да. Еще пока шестой уровень не спрятил. Он ультой пренебрег. Поэтому взял сул рейп в 2. Так вот решил сделать. Ну да, дикей второго ул его там разница не слишком большая от первого. Ну, хорошо. Вообще ульта на самом деле штука сильная. Я не знаю, сул рейп в 2 не особо много погоды делает. Но просто что тамбу он, грубо говоря, в два раза. Да, в два раза лучше хили штурмстоун. Это решается. А тамба все мы знаем. Конечно, штука хорошая. А тут у нас Слардер слегка подстрелял, но убить его не удалось. А там вот просто нападают. Там тратится глиф сейчас фортификации. Так. Вот это сул рейп. Вот это должен быть. Бам. Хорошо. Ну, действительно, хорошо. Связали Бракса, Лич, Чайник. Чайник. Чайник улетел в итоге в животных. И пострадали только они. Фраза «Ни одно животное во время съемок не пострадало» тут явно неуместно. Не прокатятся, да, там во второй игре, точнее, там пингвины всякие летали суицидальные. Вообще, ты знаешь, что значит формально фраза «Во время съемок ни одно животное не пострадало»? Ну, нет. То, что в момент, когда была включена камера, «Ни одно животное не пострадало». А-а-а. То есть в топе где-то там всякое могло происходить. Это не считается. Это не считается, это понарошку. Понятненько. Ну, насколько я где-то там вычитал. Так, ну что по итогу у нас имеется? Статистика говорит о том, что игра ровная. На графиках, в принципе, тоже как-то очень странно. Одни чуть больше экспица, другие чуть больше фармят. Опять же, каких-то жестких отклонений нет. Антимаг в такой доте по идее должен выигрывать. Но, опять же, смотря до какой минуты все это будет идти. Если все будет продолжаться дальше, там, в ближайшие 10-15 минут, то АМ скажет своим противникам спасибо, так как он уже купил себе БФ, сейчас купит себе ПТшку и пошел-пошел. Ой, как Тусик замечательно только что подстилил с АВХ шардами. Вот, а тут у нас кого-то поймали, поймали Слара, убили. Так вот, а если они будут все-таки С9 нагнетать, им что, им по сути 15-16 минут нужно было для того, чтобы набрать ключевые айтемы, лвла и собраться вместе и начинать бить. Вот если они будут бить методично и не будут тормозить, то, в принципе, игру можно пытаться закончить быстро. Ну, вообще, есть предпосылки к тому, что игра может длиться не так и долго, потому что у Темпларки Дезолятор уже есть и... Табара наломает быстро, всякие глауны. Ой-ой-ой, как там МРР, путь сейчас погибает, да. Наразор добивает, с руки даже добивает просто. Так вот, просто появится блинг, Темпларка будет нападать куда-то, прыгать вперед, там Бестмастер будет еще подконтроливать того же антимага условного, или ту же Винрейнджер. Ну, ВР-ка сейчас является более опасным оппонентом, так что, скорее всего, контроль будет доставаться именно ей. И все, очень много урона. Единственное, что чайник Лича, нужно как-то попытаться от него немного увернуться, потому что можно нахвататься. Плюх совсем неприятных. Подходит сейчас С, хорошо вяжет. Он тут все уходит в рефракшн пока, как мы видим. Да, ну, надо пойти забрать Рошана, на самом деле. Снизу у нас в InVision Dying. Докупать себе там какие-то скроллы. Забрать Рошана и давить уже нижнюю линию. Хотя на топе можно еще пока... Не, на топе они уже решили отойти. Тауэр не стали дожимать. Тут напали на темп ларку. Правда, тут есть ондайм, ставит моментально тамбу. О-о-о-о-о-о, ровно половина столба. Да, с половины просто. С половиной хп. Еще один удар нужно было сделать, но не получается. На анимации поймал Слардер, грамотно открешился. Там Шекл в кого-то. В кого-то тут у нас Шекл. Вообще непонятно. Ну и Шекл не в кулдауне. Не в кулдауне? Звук Шекла был. Звук Шекла был. Да ладно. Я тоже так подумал, что ну да ладно. Ладно. Я вроде ничего не употреблял, но ладно. Ну я тоже вроде ничего, так что... Какое? Тут бисмастер приходит и опять же ловит на анимации. Брак скричит, не успевает долететь еще две тычки в него. Лич долго реагировал, мог закинуть просто чайник туда. Солянка Солянова пока пилит Рошана. Говорит, ладно, ребят, вы как хотите, я там с Рошаном пока поболтаю немного, побеседую мило. Не, ну поболтать-то она может. Посмотри на показатель брони Рошана. Кстати, Валф, пожалуйста, можно сделать так, чтобы когда ты наводишь не только на героев, тут тоже что-то выскочило. Что-то да, чтобы что-то высвечивалось. Такое ощущение, что... Пять лет эта фигня, и я не прошу, вот мы недавно вспоминали про то, что было бы очень классно, допустим, добавить показатель у ворота. Чтобы он тоже показывался. Было бы классно. Было бы классно. Пять лет, реборн. Много чего можно было бы добавить. Я много чего писал даже из Фрогу. Вот, но... Но, ха-ха, именно так. Просто вот эти нервные смешки, это единственное, что остается нам делать. Тут будет смоук прямо с подвышки, я так понимаю. Да, у зомбака есть смоук, отпеваются сейчас ребята. Рошан очень битый, Рошан очень не хочется отдавать. Лич зашел в смоке на базу. На базу к Рошану, но потом выходит. По единичку голды. Это моя база, пошли вон отсюда. Так, странно, конечно, что там Пларка не одолела Рошика. Как-то, видать, подуспугались, что мало ли. Ньюбиян куда-то пропали. Так, а вот теперь позиционно Клауд Найн очень хороши. Да, если Клауд Найн готов к тому, что их сейчас будут встречать на хайграунде, я их готов буду встречать на хайграунде. Слардар отсюда просто уходит. Сразу по тапкам. Ну, да, Лич умер. Ребята, вы куда? Стойте, твари! Нет, ну, знаешь, я вот этот увидел жест, когда он на себя так фростармор элегантно набросил. Просто, знаешь, когда летит, короче, тычка с милда, и он такой просто... БАМ! Боже мой, как больно этим героям, ты посмотри! Антимак, конечно, сплитит, и хорошо, кстати, сплитит. Тут Антимак играет через этот флазмир, кстати, вышку он так не добьет. Ну, и уходит он с блинка. Его, кстати, видят здесь. Там Пларка сейчас должна к нему просто запрыгнуть. Это просто 3 секунды кд. Ах! И Пларка уходит с телепорта, все правильно. Ну да, тут надо Рошанчика пропилить. Топилить, пропилить, прополоть. Так. Я не знаю, Пларка купит себе Манки Кингбар, просто, чтобы ВР-ки не мазать. И все. И на этом можно уже писать ГГ. Есть такое, но это же Антимак, Антимак уже с Владомиром. Антимак будет точно так же отлетать просто, вот в чем проблема. Это да, но он будет сплитит пушить, ну, я как бы не спорю. Этот сценарий, на самом деле, очень правдоподобен, который ты описываешь очень даже. Просто бывают ситуации, когда ты... Здрасте, личи, армор повесил, живем. Нормально, нормально. Живем. Не, не живем, показалось. Реально баунтирую на просто бегающее. Правда, с просто армором. Да, нужно, так скажем, пробить. Тут МСС подрубил ульт на развороте. Говорит, сюда иди, я с вами не добазарил вообще. И ВР-ка, и Слардар. По одному подходите, будем общаться. С двумя умекать не прочь, тем более, чтобы тиммейты в любой момент могут притопашиться. Правда, у Темпларки нет ТП. Владмир появляется у Антимагуса. А Темплар Ассасин имеет 2 700 голды в своем арсенале. Можно что-то купить, там, стихи продать. Если Темпларка хочет действительно влетать, убивать, ну, МКБ может появиться, но может здесь и Блокинбар начать фигурировать. Но нет, это МКБ, это просто убийца. Ваншот, Ванкилл. Ваншот, Ванкилл, ноу лак, джесс, скилл. Причем тут пока действительно ноу лак. Нет, это может быть, кстати, и не МКБ, это может быть Дейдалус, но... Дейдалус, это было бы эффективнее явно. Нет, нет, нет. Виндран. В ВР-ке Виндран. Ну, вообще, Виндран такая штука, что, на самом деле, если она его врубает, то... Ну, первая тычка точно... Ну, ты ее просто прогоняешь. Ты в любом случае заставляешь ВР-ку тебя бояться. Ну, да, согласен. И ВР-ка, она уже не может просто нажать кнопку, там, во все стороны. Она уже немножко так очкует, и поэтому более осторожно себя ведет в замесе. Соответственно, ДПС намного меньше выдает. Да, 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 да. Еще раз, да. Да ты без разницы, темпларки даже без... В принципе, просто с Дэмонейджем уже неплохо. Но вот он, сплитпуш. Противный, опасный, сплитпуш. Снизу вкатываются сплетновал. Лич. Лич. Боже, даже ульт бисмастер на него потратил. Зачем? Ему и так было очень плохо. Ну, чтоб мне так обидно было умирать. Ну, типа, да, на ульт развел, пацаны, все норм. Серьезно, килл. Так, там курьеры где-то подрезали. Где его подрезали? Сейчас посмотрим. Там ничего не было, подрезали его. Ну, неплохо, че? Неплохо, вот здесь подрезали. Как кто вообще такой наглый, что там подрезает курьеров? Знаю, но... Так, вот у них там базы горит, а курьеров подрезают. Ну, да, тоже действительно странно. Так вот, Templarco, возвращаемся обратно к ней. У нее уже там 2000. Соответственно, еще Косарика остался. Он уже немного меньше. И да, мы видим, что впервые уже действительно, впервые Cloud9 начинают стремительно вырваться вперед. То есть это уже там 5000 нутворца, это уже там 4500 опыта. И формят они достаточно много. И Templarco постоянно объедает противника. То есть и Лисая, и Эншентов. Так, Слардер приносит себе Кларитос, забирает Фосох. У него будет Форс в ближайшее время. Ну да, Блинк Форс уже неплохо. Блинк также будет у ВР. Так, это в Next Level купить Блэдс Фалакрити, бант, а потом рецепт на манту. То есть ты не Яшу делаешь и приносишь, а приносишь. Ну, я чихнул, правду говоришь. Next Level. Не, я такого давно, конечно, не видел. Это Яша, которая фактически, как бы, он у тебя реально очень жестко ускоряет. Ну да, фармишь намного быстрее. И бегаешь быстрее, и все-все-все-все-все. То есть, ну, вижу, понятно, что нужна Яша. Не-не-не. Все не так просто. Мы с тобой, видимо... 0-1-0, кстати, за 24 минуты у антимага. И общий счет у нас 4. Не, общий счет такой, достаточно пассивный. Если бы не вот эти... Бист с Лордара тут убивает. Хотя нет, ну, с Лордару езжай. Сколько непонятненько. Топарянские через 5 секунд шайкал. Ой-ой-ой. А тут уже лич такой пришел. Ага, это хитом на меня. Ну, там проблема, да. Там база начинает гореть. У Слордара, во-первых, ни хп нет, ничего. И вышка сейчас действительно очень сильно будет разваливаться. Просто от Тумпларки. Там бастает заранее. Скатывается Тускар! Просто, блин, ну, две тычки от Тумпларки. Это минус. И у нее нет байбека. 35 секунд еще здесь не будет. Там стоит тамба. Висит сигиль. Подойти просто невозможно. И ребята начинают ломать в сторону. Помигал даже зомби. Говорит, пацаны, там Каспер через 2 стенки. Не дай бог. Не дай бог вы это сделаете. Я слышал, он тут кисталь так покупал зомби. Да, 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 да. Так что... Шейкл, отлично. Хорошо. Ребята решили не рисковать, но в сторону забирают. И Манки Кингбар уже готов. Да. 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 Конечно, все. Прекрасно, прекрасно. 14.37. Что там впервые? Впервые играет на Undying. Ну, блин, мета меняется. Герои новые добавляются. Undying, в принципе, хотел сказать, не самый популярный герой в пабе. Потом сам себя подловил на этом. Потому что сейчас через игру просто заходишь. Алхимик Дум, Undying, поехали. О, мой бог. Эти паблики. Эти паблики. Ну, а С9, будучи собранными, вот, собираются по низу и будут сейчас пушить. Дезолятор появляется в ВР-ке. ВР-ке тоже, кстати, опасно. Слушай, минус армора Слардара. Аганим Дезолятор. То есть, если какая-нибудь даже темпларка, условно, встрянет, она умрет за секунду. Да. Тем более, Егиста уже нет. Темпларочка быстро развалится. Есть такое. Слардар там пытается себе форс уже этот свой дофармить. У них там тоже как-то курьер отъехал. Антимакс Мантей. Надо пойти забрать рецептик. Ну, да, на самом деле, нетворсы, конечно, там под десяточку. По XP разницы вообще практически нет. А вот по золоту солидно лидирует. Клауд Найн, но все равно антимакс свое выфармливается. И если будут какие-то ошибки от С9, еще можно, можно. 4-200... А, где что? Кто? Рина? Тут Рицу засел на этом хайграунде смерти. Рина погибла. Ну, ладно. Бедняга. Тут Слардара находит. Слардар находит Рицу. Кстати, подсветил. И вот она, возможная смерть для... Ой-ой-ой. И теперь врка My Turn. Или же все-таки нет? Чайник улетает по Темпларке, улетает по крильчикам. Да ладно, он ее просто убьет сейчас, боже мой. Просто нереальный Чайник. Темплар Ассасин не смогла отменить собственную атаку. Автоатака-то здравствует. Так, проблемки. Ой, а МАМ... Отблинковался. Это просто жесть. Это просто жесть. Профессиональная дота, ребята. Темплар Ассасин. Если бы она не ударила, то, по идее, Чайник не должен был отлететь. Но Вижена, по идее, не было тогда. Да, да, да. Неинтересно, а кому дается этот Вижен? То есть, почему Чайник вдруг отлетает? Ведь, по сути, лично не видит Темпларку, правильно? Правильно. Видит Темпларку крипы, которых... Точнее, да, крипы видят Темпларку, которая ударила. Почему Чайник... Что за механика, непонятно? Да, да, да. Почему, когда тебя светит, например, когда стоит Сентрич, например, от оппонентов, то почему Нейтралы тебя тоже видят? Ну, кстати, да, это какие-то засланные казачки вот эти. Ну, типа, раньше, ну, во времена Варкрафта такого не было, во времена первой Доты. Такого не было. Если стоит Сентрич, тебя Нейтралы не видели. А сейчас можно... Да, тут, короче, механика такая, что... Так скажем, ой, шо нам доделать надо было, шо? Да ну, у нас свою механику, у нас Дота 2. Уходить вот это, что-то менять, ребят. Это Дота 2, это... Есть же отмазка, правильно? Да, 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 тут, ну, типа, новая механика, мы очень долго над этим работали, для того, чтобы улучшить ваш игровой экспириенс. Ну, в общем, такова механика, поэтому вот в этом моменте, казалось бы, Темпларка должна была... Ну, опять же, человек, который не может, собственно, атаку отменить, это, конечно, дать слово. Ну, ладно, да, скажем, проехали пока. Я думаю, что Рицу тоже извлек урок из этой ситуации. Сразу пошел, убрал галку автоатаки в настройках, и сейчас начнет действительно убивать, потому что появляется еще и Кристалис. Да, ну, смотри, вот нам, кстати, говорят, что не убивай. В топе тем временем бисмастера стерли. Да, неплохо. А ВРК со Слардером начинают такие вот точечные уколы делать. Это работает. Ну, такой точечный укол вот этим китобойным орудием в лице Виндрейнджер, потому что она, мы видели, шансов не оставляет. Очень люто ДПС от потеряли всего-навсего один барак, тем более рейнджевой, это не супер критично. Приглушают пуш оппонента, а антимаг-то все это время фармит, так что антимаг с тремя тысячами голды на кармане уже достаточно опасен. Главное, что в Cloud9 действовали так же, как они действовали раньше, потому что сейчас они могут зажаться, подумают, типа, блин, все очень плохо, противник намного сильнее стал. На самом деле это не так. Вы по-прежнему хороши, по-прежнему темпларка, если на кого-то прыгнет, она его точно так же убьет, как раньше. Главное, это вы контролите. Да, да, то есть вы либо контролите антимага, либо контролите ВР-ку, то есть либо просто темпларка падает на голову у Виндрейнджер и начинает ее уничтожать, а бестмастер в то время там кричит либо на ВР-ку, либо на ЭМ-а. То есть либо наоборот. Можно сделать двумя путями. Ну вот я не понимаю, почему темпларка покупает себе еще больше дэмэджа. Противник накупить уже на БКБ. Ну да, ты типа, ты БКБ и все. И просто бегай. И тебе никто ничего не сделает, и будешь продолжать просто убивать. Без БКБ тебе угрожает по-прежнему все. Это Шекл, это стан Лины, это стан Слардара, это Чинфрод. Все подряд, все что есть. Потому что темпларка по сути это миссис 1200, ну там 1400 хп с ПТ на силу. Но кроме рефракшена больше ее ничего не спасает. И это печально. Нельзя вот так вот играть в доту, имея такой огромный ДПС. Когда вот у тебя дэмэджа не хватает, и ты такой думаешь, что ли взять этот дэмэдж, что ли взять БКБ и быть юзлосом. Понятное дело, что ты берешь урон. Но блин, у тебя и так этого урона по перебору. Ну да, тут 350 атаки с руки. Действительно с излишком. Гриты по 500. С Мэлда там 800 просто каких-то вылетает. Поэтому немножечко непонятно. Но антимаг естественно спритпушит. У него за спиной виндрейнджер, которая может. Антимага все ок. Он наносит первые удары по Тир-3. И заставляет сюда уже стянуться темпларку. И ВР. Посмотри, что они делают вообще. Так, ВРочка. Сразу же по тапкам отсюда. Тут. Вкатываются. Даггеральт. Так, не достал. Немного не достают. Там, кстати, бестмастера убили. Опять? А и нет, не убили, слушай, не убили. Пока еще бежит. Но... А маны, маны закончилась у МРР. Не хватило немножечко убить БМчика. Но, скорее всего, опять вот эти вот телепорты профессиональные под носом у оппонента. Рошанчик появился. Должны об этом знать. Там вроде кто-то... А, там трап стоит. Понятно. Поэтому и знают. Надо забирать. Темпларк с Эгисом, конечно, чуть более может фривольно действовать. Да, может быть, поэтому она себе и берет Дейдаул, рассчитывая на то, что у нее будет Аегис. Здравствуй, Дейдаулс. Ой-ой-ой. Вожичи. 400 атаки. Это вообще законно? А ну, просто хочу посмотреть на этот крит. 820. Да, норм. Время от времени выпускает 820. Лищ мертв. Просто мертв. Официально мертв. Если на нем не будет фрост армора, конечно же. Потому что он хоть как-то сможет нивелировать минус армор. Не палевное убийство Рошана? Ну да, да, да. Боже, Ньюбиянг, что вы делаете? Сигель, просто залетает Сигель. Тут Тоск. Никого не может запульнуть. А вот этого пацана запульнуть можно, бисмастер. Где твой крик? Три секунды до крика. Ай-яй-яй. Где Темпларка? Где твой крик? Где все вообще? What the fuck? Темпларка запрыгивает на Рошана в итоге. Темпларка сейчас тут умрет. Так, это, кстати, да, будет очень забавно, если это так получится. Запирает Таяль. Темпларка прыгает. Ай-яй-яй-яй-яй. ВРочка запрыгнула здесь уже на собственную смерть. Да, ВРочка получила на 850 в конце. Немного неприятно. Сбивает с нее стрик за 444 голды. МРР тоже тут будет умирать. Вкатывается Тоск. Тут же бисмастер. И, да, минус Лина. Добавок ко всему прочему. Он подходит, подходит главный убийца. В один, просто в один момент вся игра не Би-Янг, только сыпется. Вот просто в один момент. Это ВРка, даже если бы забрала Егис. Я вообще не понимаю этого финта у Шами. Тиммейтов рядом не было. Тиммейтов рядом не было. Зачем? То есть ты бис байбэк. Ладно бы, у тебя там был какой-то байбэк, куча бабла. Тебе было плевать, ты там появляешься один, всех убиваешь. Вот этот локомотив движется. Движется... Бам! Лич! Уличай 17 хитов! Просто жесть. Все нормально, я рассчитал, ребята. Calculated, пацаны, развел на блинг. 820-й просто не вылетел, походу. Тимпа точно убил. Так, ну линия падает. Антимаг там типа сплит пушит. Ребята, бэкдор-система че-то не пробивается. Да, ничего. Эти еще бзнули, нажали глифа. На самом деле могли бы не нажимать, поторопились немного. Так, а снизу? Темпларка в засаде. Ну, темпларка сейчас засадит-засадит. Лич, элина, лич, элина, лич, элина! Хорошо, вторая тычка минус. Третья тычка минус. Боже мой, какой гриз. Просто феноменально. Как там? Террибл, террибл демидж. Так, а есть пососайка? Пососайка в кулдауне? Пососайка сейчас будет у ВРки. Хотя нет, ВРка на развороте, на ритм, но там Аэгис. Там Аэгис. Но все равно опасный момент. А у темпларки блинк есть? Нет, блинка нет. Есть рефракшн. Рефракшн, что пробивает. Есть блинк. Так, 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 не успевает прожать блинк, в итоге дерется. Норм, 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 норм. Но, конечно, потеряли сторону, и у Тамбларки все равно есть байбэк. Смотри, лайн упал, на топе лайн практически упал, и остался, по сути, мид. На топе лайн они вообще никак бы не потеряли, только тауэр. Так что все чики-пики. Тайминговая мека уже появляется у ондаинга. Ну да, на 35-й минуте. Зато он покупает Владмир. Это тот единственный случай, когда Владмир не сильно помогает. Армор, чисто из-за того, что там Amplified Damage помогает. Но я ни разу не видел, чтобы кого-то фокусили, а ондаингу рядом помогал со своей аурой. Тут, кстати, нам подсказывают, что 14.37 знает, как работает эта игра, как работает этот герой. Я не удивлюсь, если он такой во время драфта говорит, так, на зомбаке, да, придется? Хорошо, заходит, так, до дота, ондаинг, так, 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 Владмир, мека, да, Гвардиан, Грифс. Окей. Достает мобилу. Ладно, поехали. Что там, DK нажимать, говорите иногда? Одному или по двоим? А, по двоим лучше, хорошо. Ну, да, возможно, так и выглядело. Прошел. Антимаг, он никого не убьет, у него нет контроля, и как таковой контроль у Ньюбиян, кроме... И ТП у него не такой жесткий? Ну, нет, он, если бы, например, у него был Абисал, вот, прямо сейчас, это был бы суперубийца Антимаг. Ну, без Абисала это суперкусок пока, потому что он просто будет гоняться за людьми, а люди будут разбегаться в разные стороны. Он будет бить по щекам Тараской. Да, может быть, кстати. Ну и без Тараски вроде далеко не уедешь. Нет, Тараска нужна, ну, а вот плюс Абисал, обязательно нужен этот плюс Абисал, без него вообще делать нечего. До этого момента обязательно надо тянуть. Ну, че, Слардар, Слардар, под Сигилем! Здраху, дорогой! Такой первый я тебе совершил. О, боже. Не, ну, вот эти вот... Летающая рыба. Эти Ньюбиян, конечно, такие Ньюбиян. Ну, блин, просто, знаешь, такой анлак, ты, типа, сидишь на этом холмике. Понимаешь, ну, ладно, все норм. Тут к тебе так медленно залетает Сигил, и ты понимаешь, что вот оно. Ты понимаешь, что все, гаплык. Че он вообще там летает, да? Вроде Рошана нет, как бы, чикать нечего. БКБ, наконец-таки, себе варит Эмплор Ассасин или уже даже. С Варилла, да, так и есть. Летит, там вообще курьер такой прям, реально золотой курьер. И БКБшка, и Миказм, и Кираса там кому-то долетел. И еще и Смакитом сверху. Да, аккуратно, серьезно. Смакит тоже сверху. Так, пацаны, че там, бэкдор протекшн, ну, вот этот можно побить, да, малость. Хорошо. Да блин, да блин. Да, Каспер говорил, он не регенится. Что за фигня, пацаны? Ладно, там хрипы уже подошли, поэтому бэкдор отключается. И да, это минус топ, но тут уже умирают люди на базе. Так, 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 БКБ прожимает, чайник полетел, плевать на чайник, крэш, амплифай, пичка залет. Слушай, ну, ВР-ка-то убьет, ВР-ка просто убьет, сейчас Рису нет, Рису уходит. А вот виндрейджер может не уйти. ВР-ка погибает, даблкил делает СПГ, он добил двух еле живых игроков команды Нюбиян. Барак падает, один барак остается на топе, который, в принципе, можно. Который можно засуицидиться вообще, просто пойти, засуицидиться в него, хотя тут можно сейчас попробовать убить ВР-ку. ВР-ку! Отправляет подальше, спасает тем самым. Зачем этот кик был? Нет, это был какой-то форстаф, походу, потому что нет ведь Агайнима у Тускара. А, это не кик был? Да, это был не кик, в итоге еле живая виндрейджер, но она погибает. Самое время для темпларки делать байбэк, прилетать сюда на каких-то травелах. Абистмастер пытается завершить начатое, 117 урона, атак спит один удар в секунду, все нормально. Да, нормально, нормально, по кирпичику, по кирпичику разбирает. Антимаг прыгает с Тараской. Ну и сразу высасывается весь демодж из него, и все, он бесполезен. Сейчас добегу, да, бегу! О, старался! Да, Славдар улетел, конечно, прикольно, но... Это гг, это просто гг. Как же тяжело выигрывать, если ты проиграл в камень-ножницы-бумагу. Да. Но в итоге, наше с тобой предсказание оказалось верным. Я думаю, нам нужно создать свою группу прогнозов. Знаешь, что-то типичное, типа, виндстрик, 18 побед, ну да, 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 тут просто косарь, я вижу, разлетаются. Ну да, пошел к замену 820-му. Да, и горит, горит уже база. Ньюби Вай, конечно, не хотят сейчас сдаваться, не пишут они гг, ждут, когда упадет трон, но это произойдет через 3, 2, 1 и победа! Клауд Найн в итоге побежает. Ньюби у нас вылетают в нижнюю сетку уже целиком и полностью. Ну и вот они должны быть довольны, Клауд Найн. В принципе, почти всю игру они контролировали. Вот эта Темпларка, она реально так в ежовых рукавицах держала Ньюби Вайк весь этот матч. Ну да, и вот только один момент, один момент, когда был там Рошан, да, вот этот вот, где Темпларка покупала себе Дейдалус и рассчитывала на Аегис, не было у нее БКБ. И если бы Аегис собрали, да, то были бы проблемы, потому что...